используя эту космическую энергию но для начала нам с вами нужно научиться эту космическую энергию использовать для топления своих домов создания нового сельского хозяйства и обеспечения работы тракторов, машин, комбайнов и всего того, что мы здесь произвели и прекратить выкачивать нефть и газ и сжигать нефть в топках и в автомобильных двигателях потому что это приведет к катастрофе и уничтожению жизни на Земле вы знаете, что вокруг нашего Солнца летает 9 планет и только на одной Земле явно есть жизнь потому что здесь созданы условия для жизни и одним из условий является растительный мир, который нас обеспечивает кислородом и Земля, которая нас обеспечивает едой при помощи фотосинтеза растениями солнечной энергии после того, как каждый из вас каждый ребенок, который с первого класса начинает а не с первого, это надо с трех лет мать уже должна обучать его обеспечивать эти функции одеваться, обуваться, мыть руки создавать себе еду и так далее а у нас вместо этого ребенка заставляют играть он занимается публикушками, игрушками ему показывают иллюзии рассказывают сказку про мышку-нарушку про всяких зверьков, которые якобы говорят и бегают по земле и прочее в результате он до 7 лет абсолютно не знает, кто он такой что он должен делать потом его привлекают в первый класс и он год учится писать писать он должен научиться в 3 года мама научит дома, это все элементарно просто поэтому в будущей новой цивилизации в которую мы выйдем мама должна учить ребенка дышать правильно питаться быстро ухаживать за собой очищаясь от шлаков своего организма обеспечивать себя самого работать вместе с мамой учиться шить приготовить пищу мыть, стирать и все прочее а у нас до 7 лет до 7 лет просто тунеядец который вообще ничего не знает, не понимает посмотрите на животный мир земли как быстро все дети животных встают на ноги начинают себя обеспечивать и уже уходят через год уже все это взрослый особь и не нуждается в родителях а у нас ребенок два года сосет грудь матери потом спрыгивает маме на плечи до 18 лет болтает ногами заставляя мать кормить его не помогая матери ни в чем это наша трагедия мы настолько превратились в тунеядцев мы настолько извратили всю жизнь на земле что до сих пор и никто не хочет ни учиться ни понимать, кто он такой и все это прикрыто одним словом культура культурное развитие игры, песни, пляски, развлечения я сразу вам говорю что игры, пляски, развлечения должны быть после работы в сельском хозяйстве после обеспечения себя питанием за счет своих рук поэтому Библия первый учебник человечества звучит в виде одной очень важной фразы солнце светит праведным и неправедным летом для создания питания до следующего урожая и теперь вы должны все начинать анализировать а кто вы? чем вы занимаетесь? работаете ли вы для обеспечения своей жизни? едой, одеждой, жильем строите ли вы дома? восстанавливаете ли вы разрушенную землю? помогаете ли вы своим родителям? участвуете ли вы в управлении государством? что вы вообще делаете? куда уходит ваша жизнь? поэтому на основании знаний этих шести функций вы должны наконец осознать что вами управляют в цивилизации рабовладельцы которые обеспечивают ваши функции за ваши деньги взимая прибавочную стоимость кашлянули? вы бежите к врачу платите деньги заболели? бежите к врачу лечите легкие у вас нет еды вы просите поесть но вы ее не создаете и тогда вас заставляют работать руками для того, чтобы через деньги потом обеспечить вас едой но что вы едите? вся страна все супермаркеты заполнены чужим питанием геномедифицированными продуктами гнилым мясом импортным в смысле импортным питанием японским, китайским которым вообще мы не должны питаться потому что каждая нация каждый народ на земле привык генетически получать свою пищу характерную для этого мест то есть для этого пояса климатического в котором этот человек живет, развивается ведь мы с вами белые обратите внимание зачем вам ездить в Африку на отдых когда негры в Африке защищены меланином от палящего солнца который убивает человека а вы едете, загораете уничтожая свою жизнь и отвоете деньги отдаете эти деньги тем, кто там охраняет эти пляжи доставляет вам удовольствие отдавая деньги им в результате они не развиваются не работают и не учатся ничему весь арабский мир эксплуатирует вас ездящих туда на эти пляжи и лежащих там извините, кверху, задом на этих самых солнечных на пещальных пляжах вы скажите, пожалуйста а кто работать будет летом? кто вас будет кормить зимой? разрушено сельское хозяйство вы не обеспечиваете себя питанием как же вы будете питаться? поэтому все ваши несчастья и все состояние страны заключается в том что кто кормит тот и управляет вот американцы вас сейчас кормят они вами управляют давай я вам деньги на покупки питания чтобы вы не умерли с голода поэтому это главное питание все воины идут за питание на земле потому что сытый человек никогда не пойдет грабить убивать другого человека и заниматься терроризмом значит все причины всего терроризма убийства, грабежи извините это борьба за питание а начинается борьба за питание в семье когда эта семья организуется и тут якобы по любви по красоте лица и форме тела мужчина выбирает себе пару то женится то он не на красоте тела на ее сознании в котором стоит программа управление этим самцом через игру в секс за деньги и все что называется вот это само таинство бракосочетания брак обратите внимание какое русское слово прекрасное которое расшифровывает полностью что такое бракосочетание это при венчании в церкви или в ЗАГСе мужчина заключает договор с женщиной о том что она будет ему предоставлять свое тело для развлечения в секс за деньги за питание но никто не говорит о том совместимы ли они генетически родят ли они здорового ребенка способна ли эта женщина родить здорового ребенка и наконец способна ли они его вырастить воспитать и обучить чтобы он жил и выживал в этой жуткой информационной войне которую мы ведем которую мы ведем и вот все семьи сейчас занимаются чем? развлечением женщины бьют женщин за самцов самцы бьют самцов за женщин а в результате всего каждодневное развлечение путем получения оргазма который уносит энергию из тела мужчины в результате мужчины живут на 10 лет меньше чем женщины потому что идет износ атомного реактора которым является тело человека поэтому секс это не развлечение это тяжелый энергетический процесс воспроизводства за которое нужно отвечать кого родишь зачем родишь и кто будет этот человек которого ты родил вот чем должны задачи самолодежь вся сейчас и все человечество потому что в животном мире идет естественный отбор там если он больной или не способен к охоте он погибает обязательно а у нас идет искусственный отбор тунеядцев который не работает вот они живут они развиваются больные, кривые косые, хитрые варьё, жульё и прочее артисты и прочие исты особенно все что оканчивается на ист это материалист или игрок в деньги учтите все слова их высвечивают этих людей поэтому вся культура вся литература все развлечения должны производиться после работы вечером художественной самодеятельности в дворцах культуры могут петь плясать развлекаться показывать себя друг другу находить себе пары что и было в Советском Союзе как только убрали дворцы культуры и превратилось все в рок-н-ролл в это беснование на это самое значит все крестьяне перестали работать превратились в артистов там они в театрах сидят потому что первых артистов в рабовладельческом Риме создали патриции для развлечения брали рабов помните Спартака там только развлечения были насмерть которые выживешь или не выживешь а сейчас разве не эти же битвы идут на стадионах только там 22 дурака катают мяч а весь стадион беснуется в наркотиках в спирте и отдает бешеные деньги хозяевам стадионов для этого сейчас созданы Олимпийские игры я призываю вас не ходить туда и обрушить этот механизм рабовладельческого управления стадом пока мы не прекратим все эти игры спортивные профессиональные сколько людей погибает в профессиональном спорте изнашивая себя от ударов в боксе по голове для подъема штанги этот невыносимый бег через это уродство в 40 лет умирают все эти спортсмены кому нужен этот спорт посмотрите на Китай все бегают трусцой все ездят на велосипедах вот это спорт для всего народа потому что а сейчас данный момент значит весь русский народ сидит на машинах и возит извините за выражение свою задницу с одного места города в другой они же в это время не работают они просто переезжают с одного места на другое но они отравляют воздух сгорающим бензином а самое страшное они растренировывают мышечную систему организма которая управляет кровообращением кровообращением и полностью жизнью поэтому все кто ездит на машинах обязательно будут погибать раньше времени лет на 5-10 а то и раньше но самое главное на этих машинах водитель который ведет находится в состоянии постоянного стресса его то слева то справа то убьют то оштрафуют то еще что-нибудь и он после этого инфаркт преждевременный на тот свет поэтому вслед за после того как вы запомните эти 6 автоматических функций и уясните что спасение ваше заключается в прекращении давать деньги всем кто обеспечивает ваши функции обеспечивать их лично своим трудом вы не умеете сами стричься женская половина дает бешеные деньги за всякую парфюмерию различные там пластические операции украшения зачем украшать женщину когда она красавица от природы потом разве красота внешняя намазанного лица является ее главной функцией и разве за этим нужна нужна женщина мужчине его интересует только одно ее детородная система которая создана для воспроизводства человека поэтому для этого нужно создавать себе пару ответственную и никогда не расходиться потому что если женщину бросили с ребенком она остается без средств к существованию ей нечем кормить ребенка в это время мужчина бросает ее и начинает заниматься чем? мужской проституцией почему интересно проституция женщин называется проституцией а постоянный секс с разными женщинами мужской не называется проституцией что это разве не одно и то же на самом деле поэтому в процессе анализа каждым человеком кто обеспечивает его жизнь кому он платит за ту или другую функцию начнет вырисовываться в вашей голове вся страшная система рабовладельческой цивилизации система обмана вас различными играми технократическими для того чтобы за эти шесть функций получить прибыль и жить за счет вашей безграмотности и глупости вот с этого мы начнем проект сталкер я думаю что это самое простое и понятное доступное для всех почему потому что эти функции с утра как только вы проснулись щекотят вас до самого вечера всех вы выждены бегать и их выполнять автоматически но никто не думает что он выполняет жизнеобеспечивающие функции к этому как бы привыкли замаскировались ничего не понимают абсолютно поэтому для того чтобы это понять я вам сейчас расскажу медицинский анекдот очень хороший который полностью показывает состояние современной цивилизации взбунтовались все внутренние органы человека 21 система против головного мозга ну гоняет эксплуатирует не дает спокоя принуждает к труду кошмар решили свергнуть власть головного мозга и выбрать нового президента когда они собрались то спорили три дня кто же будет новым президентом вместо головного мозга и через три дня встал анус задний проход и говорят ребята я так устал от этих споров поэтому извините я уйду домой отдохну а голосование вернусь мне все равно кого назначить я проголосую и ушел на три дня когда он вернулся все были мертвы поэтому в данный момент цивилизацией особенно в нашей Москве управляет анус но не головной мозг поэтому когда мы с вами изучим в сил 21 систему увидим как то окажется что оказывается человеческая цивилизация ничего не делает из материи кроме как штампует какие-то приспособления которые заменяют руки ноги глаза уши вместо ног создали колеса телеги машины вместо рук крылья полетели на самолетах вместо лопаты трактора комбайны вместо серпа и прочее и вдруг в конце материалистической эры рыб человечество создало прототип своего головного мозга в виде этого прекрасного компьютера который тут перед нами стоит и что мозг делает теперь отдыхает потому что в этом компьютере создана библиотека для того чтобы не запоминать несчислимое количество ненужной информации а записывать все туда то есть человек сразу тысячи миллион раз расширил свое сознание память библиотеку знаний и мы получили оружие для дальнейшего изучения не только земли но всего космоса но в первую очередь мы должны наконец-то сосредоточить внимание изучить самого человека и тут мы попадаем в кошмар я приведу свой пример когда я кончил кемеровский метод институт 6 лет зубрюшки на латыни строение человека которое никакой мозг запомнить не может органы системы клетки сложные названия картинки которые невозможно запомнить то есть это сложнейшая система которая сложнее всего космоса самого на самом деле земля примитивно устроена представляет человек но когда выходишь после института с дипломом приходишь в больницу садишься за прием приходит человек и говорит я больной у меня болит что болит он говорит начинаешь анализировать какой же диагноз что-то у него будет ты вдруг видишь что все болезни имеют одни и те же жалобы симптомы одинаковые и ты не можешь поставить диагноз потому что не знаешь как когда ты бежишь к опытному врачу и говоришь Иван Иванович посмотри моего больного не знает что с ним и что ему назначат Иван Иванович приходит говорит ты видишь что у него там белки желтые да это у него печень гепатит туда его быстро и так далее а другой заходит говорит ты посмотри на его лицо что он выражает это же характерно для этого заболевания и так далее другой там на кровь на анализ крови еще чего-то анализ мочи и тебе становится ясно тогда что это вот это заболевание а их много и попробуй их запомни и тогда ты начинаешь заново изучать человека на своей практике ходишь скрываешь трупы изучаешь свои ошибки получаешь по голове за то что ты неправильно человека лечил потому что знаний не хватает тебя посылают на переспециализацию и ты начинаешь понимать ответственность за жизнь человека что не все так просто и вот когда я в 91 году снял погоны и был уволен в советской армии после 25 лет бесконечного изучения день и ночь травм болезни человека потому что рентгенологи они дежурные перелом травма вызывают снимки надо делать смотреть что внутри происходит в общем когда я ехал из Иркутска в поезде у меня возник вопрос почему же мы никого не вылечили там медицином у меня длинили жизнь никому умирают все прожив не более 70 лет активной жизни если до 100 то он уже там еле живой активная жизнь до 70 лет и все потом человек стареет хереет начинает так сказать умирать от той или другой болезни и вот при анализе этого всего я вдруг уяснил да в медицине нет учебника психологии нет вообще нет психологии в медицине а вся психология которую нам навязали Фрейда Юнга из Европы из Америки это теория игр рабовладельцев с рабами метод обмена обмана дураков на деньги естественно возникает стрессовая ситуация обманутых тогда идет психология разводировки обманутых и защиты тех кто их обманул вот это вот социальная психология которая сейчас здесь в Москве косит всех я нахожусь в психотерапевтической лиге Европы вчера разговаривал с руководителем Макарова нашим который сидит и говорит начнем выводить страну из кризиса потому что все они обманщики ни один психолог никого не лечит потому что не знает организм не знает что лечить даже строение не знает организма не то что его функции а по болезни тем более и поэтому создано огромное количество обманных всяких систем всякие целители мыслители колдунные маги предсказатели дурят всех на каждом шагу и снимают деньги со всех этих доверчивых баранов я не могу больше никак назвать этот народ но есть же наука все описано учебники учитесь читайте смотрите есть объективная реальность и есть обман так вот когда юзвишен закончен закончил анализ всего что накоплено человечество то в этой книге написано я вам в следующий раз ее принесу что 99% информации которая накоплена в цивилизации обман иллюзии это только 1% объективных научных знаний которые накоплены наукой вот мы с вами обязаны научить всех людей отличать объективную научную информацию от обманной информации на которой паразитируют те кто умеют паразитировать это и будет большой бросок сразу всего народа в будущее потому что прекратится паразитизм на земле и первые кто начнет борьбу с паразитизмом это мы естественно что не нужно бороться общими усилениями один человек ничего не сделает абсолютно это нужна реформа образования это нужно полное выращивание нового поколения которое выражено этими знаниями и так далее и тому подобное поэтому сейчас я вам вот эти 6 функций запомнили теперь вы должны знать что такое жизнь кто скажет что такое жизнь которая является нашей собственностью длина жизни в отрезке времени кто даст характеристику что такое а то все кричат здоровье здоровье бороться нас за здоровье а что такое жизнь которая обеспечивается здоровьем понимаете нет никто нигде не написано да вот правильно это современное самое лучшее отделение потому что ничего не делаем как-то двигаемся достойчиво вот смотрите ребенка только выпустишь из люльки он сразу бежит и куда-нибудь старается засунуть палец в розетку упасть сломать тебе голову там что-нибудь съесть отравиться то есть за ним нужно бегать его спасать все время и точно так же за взрослыми тоже одно и то же мы все время стараемся уничтожить свою жизнь и так жизнь на земле это энергетический процесс солнечной энергии который создал систему жизни которая началась с микромира с единичных клеток и закончилась человеком человек является сложнейшей космической системой состоящей из клеток первичных элементов из которых созданы вторичные элементы органы и системы окруженная кожей защитой окружающей среды и имеющей связь с окружающей средой через определенные отверстия два три и внизу еще наберется три у женщины два мужчины вот через вот через эти отверстия внутренние среда человека общается с окружающей средой а так мы частично замкнутая система живая жизнь которая обеспечивается трехразовым питанием солнечной энергии которые мы получаем из материальной на вид пищи но в которой заложена при помощи фотосинтеза солнечная энергия в определенном количестве расщепляем в результате рефотосинтеза в желудочно-кишечном тракте эту еду мы с вами получаем два вида энергии тепловую и электрическую тепловая энергия обеспечивает работу мускулатуры а управляет всем этим электрическим вот видите я пальчиками работаю идет электросигнал и сокращение мышц мышцы сокращаются от электроудара электросигнал другая я вам говорил о том как это изучено все медицинно объективно реально версий много всяких есть поэтому если так сразу забегая вперед сказать то человек является космическим атомным реактором тело которого которого обеспечивает жизнь энергией ее добывает солнечную энергию из окружающей среды а мозг является компьютерной системой из шести биоэлектронных компьютеров которые изучают космос и всю нашу жизнь и которые управляют нашим поведением при взаимодействии с окружающей средой природой животным миром планеты водой землей и все прочее но самое главное головной мозг планирует взаимодействие друг с другом мы же компьютеры которые способны взаимодействовать друг с другом и тут выявляется интересная вещь человек это такое существо которое одно говорит о другом думает а третье делает поэтому для того чтобы вас вывезти из этого состояния беспомощности мы дадим вам анкету для расшифровки генетического кода или предназначения человека потому что зная предназначение человека можно его правильно воспитать дать ему правильную профессию понятно да и научить его прекратить войну борьбу друг с другом за энергию потому что работа-то нужна для получения энергии еды вот это самое главное чем займется вся наша Россия сейчас во главе с партией которую мы организуем которая называется беспартийная Россия почему беспартийная потому что это тот народ который не желает вступать в партию потому что после того как коммунистическая партия она управлялся без пять лет ее облили грязью все прочее такое диктатура эксплуатация кошмар после этого никто в эту партию изумных людей не пойдет заходят или воры жулье и удиоты волье а народ не желает туда идти потому что знают прекрасно куда они попадут на самом деле а народ у нас отличный и народ у нас имеет развитие сознания которое опережает сознание всех наций белой расы почему потому что мы с вами находимся в таком климате где очень холодно зимой и поэтому мы боимся с двумя врагами с голодом и холодом в Китае и в Индии холода нет поэтому у них забота только как бы рису побольше и поесть а потом медитировать сидеть потому что не холод надежды не надо сидит голый макает йок и медитирует сам в себе пытаясь разобраться как работает его сознание значит поэтому перед вами я принесу вот такие три книги учения Раджниша Леша который был крупнейшим ученым Индии который создал механизм анализа головного мозга и поставил на колени Индию а потом Соединенные Штаты в Соединенные Штаты уяснили что им конец в тюрьму отравили талием его и он умер фильм у меня есть как он умирал с врачом переговаривался поэтому это крупнейший деятель вот Раджниш он стер все религии земли указав что мы подчиняемся космосу и разных религий и разных богов не может быть это потрясающий был человек к сожалению ему не дали дожить потому что ему много сейчас он в мавзолее в городе Пуна лежит после того как его уничтожили поэтому буддизм тоже похожая религия которая занимается чем? созерцанием и изучением окружающего нас мира и с расшифровкой нашей связи с космосом который управляет нашей жизнью наконец Китай даосизм никаких богов нет подчинение космосу поэтому Китай немножко поумнее нас в этом направлении и тут там все понимают что не поработаешь не поешь нет там проблем никаких в изделии риса а у нас брошенная земля разрушена сельское хозяйство мы себе подписали добровольно подписали приговор на смерть от голода и холода и если только американцы этой зимой догадаются выключить электричество через выключение интернета потому что все уже через интернет управляется и прекратят привозить как только дефолт в Америке будет продукты сразу прекратят сюда привозить мы за одну неделю всего вымрем в этой Москве в этих вот сотах обратите внимание красота сота значит мы пчел украли такую науку как геометрия и с этой самой изучения сот красивых геометрических фигур началась создавать геометрия математика после этого мы себе создали вот это кубические соты пчелы создают соты для того чтобы вырастить там потомство они там еду запасают мед и личинку туда сажают и закрывают чтобы другие не съели и убивают всех самцов паразитов только носят мед и все а мы создали соты с остальными дверями замками и прочее для того чтобы ночью когда ночь темно пришли не пришли воры не сожрали все что у нас в холодильнике и не изнасиловали жену вот и все предназначение нашего жилья кроме того что мы тут сохраняем гомеостаз и температуру и называем это красотой красота все на этой красоте съехали с крыши у всех все занимаются красотой поэтому я когда сдал экзамен в министерстве иностранных дел еврея и мне задали вопрос кто такой бог у них кто наш бог ну я сразу из всякого вытащил учебник который у меня лежал у которого уже съемка произведена была сталкер и объяснил я вам даю портрет вашего бога шестая функция звезда шестиконечная внутри половой орган женщины всем видно я объяснил что это есть ваша богиня потому что и вы и мы и каждый человек создан этой богиней это является узкой дверью в будущее через которое мы путем создания детей уходим из прошлого в будущее вот и вся расшифровка всей науки и всех библий поэтому мы должны что делать поклоняться перед этим богом и от здоровья детородного органа женщины и от правильного выращивания ребенка зависит уйдем мы через своих детей в будущее и будут ли нас в будущем помнить и передали ли мы своим детям знания для их выживания в будущем потому что будущее все время развивается и меняется и то что было в прошлом никому не нужно потому что того что было никогда не будет и не было тогда того развития мы все пол жизни изучаем какую-то там непонятную историю в которой написано из Торы ты вышел что ее изучать она уже прошла а из будущего нам только нужно помнить тех ученых изобретателей которые создали вот этот технократический мир и создали для нас условия для выживания в тяжелейших условиях окружающей среды вот история в чем заключается это только учебники тех людей которые все это для нас изобрели и построили изучили планету изучили материю научили нас пользоваться материей вот что является историей а не воспоминания там о каких-то великих убийцах и там императорах и римских и прочих которые вообще залили всю землю кровью и так далее и так далее и так далее и поэтому мы теперь должны учиться уходить из настоящего будущего учить наших детей предсказывать им обучать их что им нужно делать для того чтобы они жили лучше чем мы чтобы они прекратили убивать друг друга а самая главная задача которая перед нами стоит это немедленно прекратить войну между мужчиной и женщиной в семье мы же вымираем из-за разрушения семьи проституции и больше ничего и проститутки что мужчины что женщины разницы да нет поэтому восстановление семьи это тяжелая проблема потому что уничтожением семьи всю жизнь занимается великая римская религия потому что там каждый священник во время посвящения в священнике занимается педерастией мальчика ему дают жертву приносят мальчика отсюда пошла педерастия по всей Европе и проституция женщин которые начали копировать мужчин отсюда лезбиянство однополые семьи какие однополые семьи это же вращение уничтожение шестой главной функцией которая является механизмом сохранения жизни цивилизации в любых условиях мы размножаемся создаем новые абсолютно новые поколения за счет этого мы живем и развиваемся разве можно заниматься педерастией и всякими извращениями особенно с животными вся Африка спидом покрыта потому что они занимаются сексом с животными и сбрасывают сперму куда? в задний проход животных происходит скрещивание микробов со спермой и появляется спид потому что микроб из спермы берет что? пластинку ДНК которая является входом через слизистую внутрь в кровь то у них одна инфекция появилась то другая тут есть у меня в этом уже обозначен фильм ДОМ называется который снимает один француз 30 лет он показал с самолета всю землю прямо летает говорит вот тут страна все доходы от спидов 30 лет в Африке теперь наши туристы поехали туда чтобы перенести все сюда очередное вымирание чтобы началось а нас почему мы спасались в СССР запрещен был туризм жили все здесь и выживали все нормально что там они увидят интересно кроме жары инфекции и неприятностей и уничтожение длины своей жизни поэтому потом в конце когда мы уже полностью передадим весь в этот так сказать общую программу сталкер мы поставим вопрос перед цивилизацией о создании формулы по которым будет высчитываться коэффициент полезного действия жизни каждого человека КПД жизни человека зачем он родился что он сделал для своего народа в своей стране и когда он умер потому что это наши ценности для этого мы созданы а у нас что цель золото бриллианты я сижу в торгово-промышленной палате занимаюсь инвентаризацией страны для ее распродажи другим государством просто умираю в СССР и никто этого не понимает идут потоком люди учат деньги отдают за это все прочее меня вызвали говорит дай 10 тысяч мы ведем сталкер и ведем тебя в этот все мировой зал вот такой том там стоит про меня вот с этими картинками когда они увидели эти картинки 30 минут когда увидели картинки их наглядно поставили теперь там сидит товарищ умный который приходит женщина к нему эту шестоконечную звезду раз и женщина сразу вступает потому что я объясняю что женщина управляет миром через эту игрушку а не вы управляете миром это она вас заставляет работать и создавать вот эту всю науку и технику потому что ей надо ребенка кормить а не вам поэтому тут когда недавно на меня наехал из Арабских Эмиратов дамочка я тут никому кое-кому посылаю я там катаюсь просто у меня 50 страниц ее писем в компьютере стоит где она кроет матом этих мужиков и объясняет какие они идиоты я когда вначале стал читать но она раскрывает еще и все эти способы обмана женщинами то есть универсально кроет всех потрясающе почему она такая умная стала она тут бросила ребенка первого мужа родители были артисты сбежала в Эмираты и женилась на Раби на Раби и знаете что она там стала она там качать стала права чтобы он больше никаких женщин не смотрел кроме на нее а у них там гаремная система понимаете что это такое тогда он ее старал бить и бил 13 лет потом плюнул сказал что русскую бабу черта два переделаешь легче голову оторвать разошелся с ней в одной квартире живут но друг друга не трогают и она тогда в интернете изучает всю жизнь столько знает что мало не покажется а что ей делать больше но вы потом что-нибудь зачитаете там интересно я же всем буду раздавать вам учебник о чем речь идет все получите этот учебник поэтому ваша задача и всех слушателей зарегистрироваться в университете дальше распространять данные в смысле позывные университеты по всей земле а дальше задача вот этих умных людей которые умеют работать в интернете вести съемку создать в этом университете самофинансирующуюся программу то есть за небольшую плату которая уходит на бумагу на картридж на это вот с такой все регистрируются и понемногу там цену определим чтобы это было не накладно ни для кого чтобы мы создали в интернете группу людей переводчиков разных на разных языках и эта группа с огромной скоростью распространяла одну страницу на все страны мира на разных языках вот тогда пойдет обучение и тогда цивилизация поэтому я сейчас буду обращаться потому что меня засыпали предложение за деньги там они все обманщики я знаю там я никому не верю значит вот прекрасный человек сидит который прекрасно работает в интернете у него огромное знание о том чем я говорю второй вот он перед вами это будущее цивилизации который создает систему вот такого массового обучения людей и таких много у нас и мальчиков и девочек там мы сегодня говорили в офисе об этом же поэтому я сидел 6 лет ждал пока это все сформируется почему потому что выпускать книги такого типа вредно для здоровья и не дает никакого эффекта книгу сожгли автор убили вот все отработанная система у меня все завещания убитых ученых дома лежат я в ужасе смотрю на эти книги и на фотографии этих людей которые жизнь отдали для нас и никто не вспомнит даже этих людей поэтому наша задача вытащить их и сделать их достоянием всей цивилизации потому что эти люди положили жизнь свою за то чтобы передать там нужную информацию поэтому вот примерно то что я сегодня вам хотел сказать почему я думаю достаточно потому что теперь я потом когда мы здесь сформируем группы и пойдут семинары в одном месте днем а в другом вечером для того чтобы для всех работающих можно было переходить и прочее начнем через университет рассылку каждой странице а здесь на этих будем проводить анализ этих знаний где вы сами будете их отрабатывать задавать вопросы все почему потому что я сильно задержал рассылку информации потому что я врач у меня язык медицинский я не писатель врачи писателями не бывают у них голова забита информацией и поэтому нужно начинать создавать эту новую библию научно-аналитическую силами всех людей и послушать весь народ кто может передавать участвовать ради бога и для этого мы в процессе этого создадим мощнейшую аналитическую систему в стране которая начнет выведение цивилизации из войн из этого кризиса создание унифицированного сельского хозяйства а самое главное мы очень быстро создадим и представим всем правительствам новую схему государства которая будет копировать строение человека 21 министерство должно быть в Москве и каждое министерство должно обеспечивать одну функцию человека понятно и обеспечивать функции внешней вот эти вот биологические которые я говорю а внутри еще там функции между это функции взаимодействия между 21 подсистемой из них три центральная нейросистема управляющая поэтому у нас было три силовые структуры которые на самом деле были электронной системой копирующей наше тело вот их сейчас убрали мы развалились у нас нет защиты поэтому какое будет государство будущее уже понятно ясно и понятно его не надо выдумывать не нужно выдумывать механизм управления этим государством поэтому это будет создано схему государства которая будет постоянно неизменна в этом государстве в цивилизации тогда цивилизация начнется сосредоточить свое внимание на изучении энергии космоса построение этих летательных аппаратов для того чтобы вылететь наконец в космос и начать изучать другие планетарные системы потому что главной мечтой человечества после сохранения своего здоровья является любопытством а если такие цивилизации в других планетах как бы нам туда улететь да не прилетали туда летающие тарелки я тут умираю соцбеку тут у нас Марина Попович есть с которой я все ее годы тут пока фланирует я умираю соцбеку этим летом прихожу в ее офис она говорит я уезжаю в Южную Америку там летающая тарелка прилетела стоит в горах и ходят два инопланетяна ну и говорю что делают они говорят когда подходишь спрашивают а вы мясо едите если едим то убегают сразу и не идут на контакт понятно о чем речь идет правильно правильно говорить это глубокая тайна которую мы потом будем разбирать на самом деле кто мы такие и откуда так вот прилетают если они прилетают не будут они с нами общаться потому что мы являемся планетой обезьян на которой режем друг друга кто же интересно нам в контакт пойдет из обык систем понаблюдают и смотаются отсюда потому что ну скажите вы же видите что кроме войны и убийства тут ничего нет или злобной борьбы друг с другом ну все время стрессовой ситуации нет зарушений для людей конечно это мы потом будем анализировать насчет мяса сейчас пока раньше еще пока поэтому я думаю на сегодня хватит я как бы сказать моя задача была заинтересовать слушателей а то что вы будете сами исполнителями я в этом не сомневаюсь потому что один человек ничего не сделает поэтому нам финансирование нужно только для создания университета в интернете и для рассылки материала за маленькие деньги учащихся больше ничего ни у кого просить ничего брать ни в каких банках мы не будем потому что ничего хорошего как только взял деньги то тебя заставят говорить не то что надо а то что нужны и все на этом учеба кончилась вот этим и задач сейчас пожалуйста будем просить народ создадим счета при этом университете поставим бухгалтерию будем получать деньги и все будем тратить на книги брошюры рассылку переводы проведение вебинаров семинаров покупку техники нужно поставить свои сервера независимые ни от Америки ни от кого начать рассылку во все страны мира независимо от американского интернета тогда мы будем школой для всей цивилизации а сейчас мы подчиняемся что хочешь сотрут что хочешь украдут то есть мы вообще никто и звать нас никак но учитывая что благодаря этому интернету мы то и чему научились и научились пользоваться как видите то пришло наше время передачи нашего опыта великого русского народа многострадального который несет тяготы рабовладельческой системы все время с момента своего организации мы рабовладельческая страна рабы постоянные мы обеспечиваем сейчас нефтью газом всеми ископаемым все страны мира и ничего не используем для себя поэтому кто мы поэтому пора нам вывести свой народ из рабского состояния и сделать его спокойным проходите не бойтесь спокойным развивающимся свободно потому что главной задачей каждого человека его предназначением является получение все новой и новой информации мы информационная система а у нас герметизируется знание результат вот сейчас мы его видим должен быть у нас жизнь обеспечиваться свободной получения питания то есть создание для себя еды раз и мы должны свободно получать информацию два для развития головного мозга это предназначение человека вот на понимание этих двух вещей за которые борется человечество мы должны вывести сейчас для понимания всей нашей молодежи которая бегает бегает и не понимает где она зачем для чего они созданы чем они занимаются пьянкой наркотиками и проституцией все никаких знаний не в голове поэтому ничего не понимают обвинять их бесполезно одно у нас поколение уже закончилось стерли наше образование российское а сейчас второе поколение уже рождается от этого поколения еще одно поколение и этот тупизм здесь будет вложен в генокон они превратятся в обезьян тогда их невозможно выйти все заново нужно будет начинать на этом что ты конечно они обездвиживаются умирают раньше времени они не могут общаться своими детьми они не учат своих детей разделение произошло и так далее все спасибо за внимание если есть какие-то вопросы я готов быстро ответить ну я хотел бы озвучить нет вопросов вы сказали вы лично принимаете на почту каждому вы ответите я это еще раз говорю все критики которые чем-то недовольны могут лично разобрать по записи вашу речь прислать вам вопросы значит пишут вопросов нет предельно ясно большое спасибо за расширение кругозора спасибо за глубокий анализ планируете ли вы 70 человек было на трансляции я хочу чтобы ваши показатели что для начала очень хорошо друзья друзья это вам аплодируют вам аплодируют геннадий что хотелось бы вот вы сейчас посмотрели что такое технологии технологии это вот ноутбуки есть уже у всех веб-камеры есть у всех и интернет в мегаполисах есть уже у всех и насколько получилось больше донести информацию вот сейчас здесь в помещении находится человек ну 15 а на трансляции 70 стоит господину Шилину раз в неделю в четко установленное время выходить в эфир и заранее оповещать что я буду там вот Ациковский у нас не важно сайт будет создан мы у себя распространим и через несколько недель будет собираться сотни сотни пользователей это прекрасно понимаешь я когда уже давно на тебя смотрел я думаю когда же наконец-то начнешь глобальный процесс обучения и он сегодня начался мы с ним недавно встречались еще в одном на одном семинаре это потрясающе потому что очень талант человека обратите внимание давайте ему похлопаем потому что он пробежал с этой камерой столько километров и увидел столько информации что это трудно себе представить вот как я ну я сижу дома и анализирую там выхожу на съезды а этот бегает по везде по москве и всех и всех это и есть сталкин знаешь у нас на сайте русского лада будем вывешивать я вам пришлю ссылки конечно еще даже вы можете сразу я хочу сказать значит я хочу сейчас перед всем всеми людьми которые нас слышали принести большую благодарность коммунистической партии которая создала мостик преемственности между прошлым и будущим вот при помощи этого помещения и при помощи тех людей которые здесь работают потому что если бы мы не разрушили коммунизм а создали бы такой бы аналитический процесс то мы бы перевели нас сейчас в эру водолея без возврата в пятый капиталистический пятый капиталистический период где мы вообще не знаем кто мы и как мы сюда попали а мы бы были уже в новой эре и сейчас бы шло развитие всей цивилизации управляемой нами но нас специально вернули капиталистический стой чтобы затормозить этот процесс и выйти самим на этот процесс идет соревнование кто будет управлять в будущем и в этом соревновании первое место занимают Соединенные Штаты Америки естественно которые это все воруют информацию используют ее значит мы должны прекратить убрать рабовладельческую систему методом массового обучения людей это не Соединенные Штаты Америки ну и управляет аналитический инструмент конечно руководитель этим всем английская королева которая за долгое время создала я вам прошу да да за королевой стоит мощная система аналитиков что там говорить анализ но я думаю что мы так как в этом Англии все лежит экзакт я сдал и как видите меня не трогают и мало того еще обещают начать финансирование если они финансировали дадут я здесь уже эпонент некоторых твоих вопросов человек не рожден для того чтобы жрать пищу и расщеплять это правильно человек сам получает от космоса пищу беды еда нужна для восстановления только клеток в жизни день пошел где я живу ты знаешь а это всего один килограмм можно съесть сегодня я тебе дала визельку послушаю у нас там сайт есть на сайт наверное нам тоже на сайт можно я всем вам ссылочки да дальше я знаю значит второй семинар начинается на Таганской 1 в штабе партии да он днем будет идти поэтому я буду оповещать когда ты его назначат между прочим руководитель вот она сидит этого офиса большого когда семинар начинаем ну конечно тогда